Марианна Вышемирская. Одна из многих роженец Мариупольского роддома, цинично разбомбленного российскими оккупантами 9 марта в результате авианалета. Аккуратно! Аккуратно! Держим, держим, держим! Не держи! Не держи! Не шевели! Эта фотография на фоне разрушенной больницы облетела весь мир. Миллионы людей тогда искренне сочувствовали Марианне. Как вы? Хорошо. А нету детей больше. Себя чувствую хорошо. Пережив такой ужас, девушка должна была возненавидеть российских оккупантов. Но как бы дико это ни звучало, Марианна поступила совершенно иначе, сообразив конвертировать свою беду в твердую валюту. Я политично интервью давать не хочу. 30-летняя несостоявшаяся бьюти-блогерша, рекламирующая китайский ширпотреб в соцсетях, быстро поняла, что может неплохо заработать на своей спонтанной популярности. А кто заплатит ей больше, чем российские пропагандисты? Именно к ним с радостью и примкнула. Вот одна из девушек, которая действительно находится в положении. Марианна Вышемирская, она действительно тогда находилась в роддоме. И сейчас она у нас с нами на связи для того, чтобы эту ситуацию прояснить. Качуя из одного российского пропагандистского шоу в другое, прикидывающаяся жертвой Марианна, раз за разом повторяла заученный текст. Как солдаты ВСУ относились к вам тогда? Солдаты ВСУ, я вам так скажу, я с ними особо не контактировала. Единственное, что когда роддом еще цел был, то в ВСУ приходили в роддом. Ну и однажды они пришли и посетили еды. Эту историю для нее состряпал Денис Селезнев, еще один несостоявшийся донецкий блогер. Привет. Приехали в рубежное. Только что сейчас будем смотреть, как тут дела обстоят. Денис быстро смекнул, как разжиться на не слишком морально чистоплотной девице. Перевез ее в собственную квартиру в Донецке и стал оттуда клепать разоблачающее интервью, которых Марианна, как на заезженной пластинке, произносила выгодной российской пропаганде небылицы. Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и спросили, дайте еды. А им говорят, ну какой же еды, ну это все для беременных. Они говорят, мы пять дней ничего не ели. Девушка так часто повторяла одно и то же, что кажется, в какой-то момент сама поверила в то, что говорит на камеру. Обычно психике легче, если жертва ассоциирует себя с более сильным, то есть получается с агрессором. И здесь не то чтобы даже защита агрессора, а здесь я не хочу быть слабой, и я не хочу быть уязвимой, поэтому я присоединюсь к тому, кто на самом деле является агрессором. Так называемый стокгольмский синдром, когда жертва сочувствует похитителю, так сильно засел в голове Марья Анны, что та в угоду российским оккупантам даже поехала брать интервью у взятых в плен азовцев. Именно тех ребят, которые самоотверженно до последнего держали оборону Мариуполя. И это спрашивает женщина, чудом выжившая после российской бомбежки. Та, на чьих глазах расистские каратели фактически стерли с лица земли целый город. Нарратив, который давала Мариана, это чистый русский нарратив, нарратив пропагандистский. И он совершенно вписывается в ту картину мира, которая есть у среднестатистического россиянина. Эта адаптация предполагает, что я, чтобы выжить, буду говорить все, что мне укажут. Укажут – хвалить, буду хвалить. Укажут – ругать, буду ругать. Мы не можем знать, что именно происходит в голове у этой женщины молодой. Похоже, в будущем Марианну ждет долгая психологическая реабилитация. Девушка настолько запуталась в происходящем, что окончательно утратила связь с реальностью. Сделав свой выбор в пользу русского мира, она на всю жизнь поставила на себе клеймо. А как известно, пропагандистская карьера так называемых жертв украинского режима крайне коротка. Через пару месяцев про мариупольскую роженицу на федеральных каналах позабудут. Звать на эфиры, а соответственно и платить за фейки перестанут. Тогда молодая мать останется один на один со своей ложью и российскими 30-ю серебряниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова